Всем привет, ребят, меня зовут Юля, и сегодня мы будем снимать видео, как мы рисуем песни. Я уже снимала такое видео с Кариной, и мне очень понравилась эта идея, её, по-моему, даже Карина придумала. Было здорово и весело, и сегодня я хочу повторить то же самое вместе. Всем привет! Славик! Прежде чем мы начнём, я хочу сказать, что Славе на канал мы сняли продолжение этого видео, то есть будет там две части, две части, и если вам понравится эта часть, то обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите видео Славы, а также у него на канале сейчас проходит конкурс. Конкурс каверов, ребята! Топы участвуют, выигрят подарочки, в общем, все участвуйте, заходите на мой канал. И, как всегда, традиции нас начинают с ЦУЕФА, чтобы понять, кто первый, по закону. Давай. ЦУЕФА, ЦУЕФА, ЦУЕФА. Мм, ты первая. Это Эдвард Мунг. Да, похоже. Не знаю, что ты рисуешь. Тут целая история, походу, да? Я предлагаю вам тоже начинать угадывать, а потом вы узнаете, угадали бы или нет. Ну, давай, вперёд! Так, давай разбираться. Музей, это экспонат, да? Я думаю, что Лобутена. Да. Как вы видите, совсем скоро Новый год. Я люблю готовиться к Новому году максимально заранее. Поэтому у нас уже стоит ёлка. Она просто обалденная. Я ей так горжусь. Она такая крутая. Пока Слава рисует, я скажу вам, как я обожаю эту ёлочку. И, кстати, мы... Расскажи, как её собирали. Да, собирали её классно. И совсем скоро на моём канале вы увидите видео, как мы её собирали, как мы её наряжали. Собирали мы её вместе со Славой, а наряжали вместе с Кариной. А, кстати, ребята, обязательно пишите в комментариях, какие ещё видео вы хотите видеть со Славой. Мне очень интересно снимать видос именно со Славой. Потому что мы пареньки, мы живём вместе, и нам так проще. Ну, мне сразу трудно догадаться, что это? Здесь что-то написано, или это просто какие-то каракули? Нет, это просто каракули, но ты должна понять, что это за каракули. Если ты поймёшь, что это за каракули, ты поймёшь всю песню. Ну, я точно знаю эту песню. Тут тёлка с грузями. Декольте. Ну да, да, с декольте. Хочу повторить, что Слава вот так и декольте, и женское тело. И какой-то страшный мужик. Это холодильник, что ли? Да. А эта морозилка оттуда капает, всё расставило. А ведь подкакывает. Между нами тает лёд? Гениальный. Да, я угадала. Ты молодец. А почему именно холодильник? Почему нельзя было какую-нибудь сосульку идти покапать? Ну, не знаю, глыбу какую-нибудь. Ну, я тебе показал морозильник открытый, вот видишь? Между нами тает лёд. Ты гениальный. В Славеном видео Слава очень интересно изобразил ночь звёздочками. Поэтому я также изобразил ночь звёздочками. Гениально. А как её ещё изобразить? Ночь. Мы изобразили звёздочками дорогу, мы изобразили полосками и тире. Ну, машина на самом деле просто как бы, ну, к дороге прилагается. Ну, и девушка, которая идёт по этой дороге. Ну, женщина поет эту песню, да, соответственно, я её знаю. Ты её знаешь сто процентов. Мало того, что у меня с ней хорошее отношение, да. Хорошее отношение не в том смысле, что мы знакомы. Хорошее отношение у тебя с девушкой. С дедушкой у тебя. У нас как бы прошлое есть с этой девушкой, которая поет песню. Это сложно. Ну что, какую-то подсказку. Она босиком. Ничего мне не помогло. А как это же самый... Это же козырь в моём рукаве. Это самая главная подсказка. Она как бы обращается к парню. Да, она... И поёт о том, что происходит. Ну, она ночью одна, да. Идёт по дороге. По дороге. Да, босиком. Я записывал кавер на её песню. Максим? Да. Ну, а какая песня, ты бы понял? Какие строчки? Что-то... Ночью босиком. Что там такое? Типа было, да. Короче, типа, знаешь ли, ты... Вдоль ночных дорог шла босиком. Не жалею ног. Я не жалею ног, изобразила всякими камнями и всякими. Не жалела. Вообще не жалела. Вообще не жалела. Просто добивала их максимально. Давай! Что не женщина, то есть ДКТ. Ты всех так видишь, Мась? Сорян за мои рисунки, я просто вообще... А мне нравится. У меня там третья рука. Мне в школе. О, это я? Ты меня так видишь? Нет. Это я просто... Ну, не знаю, как это... Ну, в общем... Это что, жир? Не преувеличивай, пожалуйста. Ладно, ладно. Мама, мой, Мельсия. Я какой-то колокольчик и, типа... Ну, я поняла, что это связано со школой. Что-то какой-то там последний звонок. Новичок, чтобы ты ее заплакала. Офигенно! Там же здесь уже есть Юля. Да-да-да. Да-да-да, все, я вспомнила. Да не старайся, не старайся. Все равно не выходит. Ладно, ладно. Ты пытаешься на моем фоне выглядеть лучше? Что это? Что за порнография? Это такая, блин. Это ее мысли, как бы. А, блин, они же с головы идут, они из рта. Давай, пока! Я еще не захочу. Давай, покажите. Это еще не конечный результат. Но у нее все-таки будут мысли в голове. Все-таки у нее есть мысли, да? Все-таки мысли у нее есть. И они выходят не из рта. Как же это радует. Да, первое, что в голову пришло, это... Нюша, чего ж ты ждешь? Придумал я. Как Йода сказал. Я, кстати, в навигаторе. Представляешь, у меня сегодня навигатор обновился, там у меня теперь Йода говорит. Да ладно? Да. Тарелка с фруктами. Ну, блин. Нафига груша такая большая по сравнению с мандаринами и меня похожа. Да я что-то перепрепреп... Да ладно, фиг с ним, дальше. Смысл, я просто не понимаю. Вообще, это не груша. В общем... Суть в чем? Это не груша. Бомба. Нет, это не бомба, это не груша. Суть в том, что она здесь лишняя. Но это не груша. Это тоже из ряда овощи и фрукты, но это не... Это не груша. Это загадка какая-то, песня, я не поняла. Это песня. Ну, просто, если ты поймешь, что... Это математический какой-то... Если ты поймешь, что это, ты поймешь песню. Ну, ладно, ладно. Я подскажу тебе. Давай. Нам повезло, потому что у нас даже есть такой фломастер. А-а-а, Лада Сидан, баклажан. Да. Это... Что за баклажан такое? Ну, ты вообще мать. Что ты так долго? Здесь вы видите таблицу с причинами какими-то и девушку. Нет, это не девушка точно. Это девушка. У нее нет декольте. Вот, так вот уже нормально. Думаю, что я причин... Ну, это... Ты угадал? Ну, это в любом игре, Николай, первая причина. Пять причин. А почему здесь баба? Вот, да, вот у меня такой вопрос. Почему здесь баба? Ну, может быть, другая здесь? А, это другая здесь. Какая ты. Слушай, я дам тебе маленькую подсказку. Их больше, чем пять. Это Viagra, да? Из песни... А я, прости... А, нет, это не Viagra. Это Viagra, я... Viagra? Но это не про пятого. Пятый мой. А, да, да. Нет. Это не эта. Нет? Это Viagra? Нет, только одна девушка. Была бы эта Viagra, то было бы три девушки, если какая-то. Ладно, здесь поются про причины? Да, есть строчки. Ну, это строчки из припева или просто название песни? Или строчки из... Из куплета. Из куплета просто. Ммм, сложно, ну как. Не знаю. А припев какой? В смысле, тебе успеет, что ли? Может, я по припеву пойму? Ну, это будет слишком легко. Это то, что может нарисовать глаза под песню «Твои глаза». Еще подсказку дай. Почему она грустит? Ну, если говорится про причины. Есть какие-то причины, которые она знает. Господи, да что не так? Что с вами не так? Люди, вы меня оскорбляете. Это я к тебе и к подруге своей обращаюсь. Ну, что за причина-то? Подсказку еще не можешь дать какую-нибудь? Хорошо. Я тебе даю козырь. Из своего рукава достаю. Достаю. Вот я даже этого достану. Почему, ну почему? Да! Я знаю тысячи причин. Алло! Что с вами не так? Я обращаюсь к своей подруге, которая до сих пор не знает текст моей песни. И к своему парню, который написал эту песню. Я не знаю, что это за песня. И за что тут все понятно. Ну, ладно, хорошее завершение этого видео. Я записала песню, которую написала мне Слава. Она называется «Почему?». Юлия Пушман «Почему?». Бейте, поисковике послушайте прикольно. Я очень старалась попросить. Очевидно, да, люди? В общем, я надеюсь, что вам понравилось наше такое видео. Не забывайте, что у Славы на канале продолжение этого видео. И там очень интересно, очень смешно. Ну ладно, вот. И спасибо всем большое. Не забывайте про конкурс, который у Славы проходит. В нем может участвовать кто угодно. Даже не из Москвы. Даже не из России. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова